Друзья, всем привет! С вами Михаил, единственный авиаблогер в России, который еще и работу бортпроводников показывает, когда это возможно. По крайней мере, когда авиакомпании на это настроены. Сегодня 10 декабря и у меня новое направление в моих обзорах уже известной вам авиакомпании, которая как-то однажды появлялась уже на моем канале. Это авиакомпания Азимут и новое направление Екатеринбург-Ростов-на-Доно. На самом деле, это направление уже было в аэропорту Кольцово как-то в 2017 году. Если вы помните, тогда я делал фотообзор. Я вылетал самым первым рейсом, когда авиакомпания еще только пришла в Екатеринбург. Там она буквально месяца через три потом ушла. И сейчас у нее второй заход. И она уже какое-то продолжительное время летает. Тогда авиабилет стоил 888 рублей, а сейчас минимум 1180 рублей. Цена вполне адекватная. На этом направлении всего две авиакомпании летают. Вылет у меня в 7 утра. По расписанию где-то я точно не помню. Но примерно 2.40 плюс-минус минут 10 рейс должен продлиться. Конечно же, это сухой суперджет. Аэропорт Платов. Это, кстати, новый аэропорт в моих обзорах. Мы его посмотрим. Но, естественно, подробнее мы его посмотрим потом. У этого аэропорта аж целых 5 звезд. Вот за что именно дали аэропорту 5 звезд международной премии Skytrax, мы тоже посмотрим. А сейчас начнем с аэропорта Кольцова за моей спиной. А еще раз напомню, в 127-й раз аэропорт Кольцова это мой домашний аэропорт, который находится в Екатеринбурге, Свердловская область. Там я уже был и там уже две елочки поставили. Я видел как минимум две их там точно есть. И мы их сейчас посмотрим. Регистрация на рейс уже началась. И напротив табло установлена елочная конструкция. Вот так она выглядит почти до потолка. Теперь посмотрим, чем живет аэропорт. Сейчас 5-й час утра. Как раз утренние разлеты. В основном Москву, Санкт-Петербург. Вот снова бары работают. Рестораны. Здесь по традиции сначала с 24-й стойки идут регистрации на рейсы Победы. Санкт-Петербург, Москва. Упаковка багажа. Здесь на 30-х стойках Уральская авиалиния находится. Там дальше С-7, Аэрофлот и региональные рейсы. Оформление уже со снежинками, уже новогоднее. Это была первая елочка. Так, вот вторая елочка возле кофе-шоп-компани. Народ есть, но немного. Вот уже, кстати, пошли теплые вещи. Традиционно их продают зимой. Магазин все в дорогу. Так, сделали небольшой кружочек по терминалу А. Снова вернулись к табло. И давайте сейчас вот видите здесь реклама теста на COVID. Давайте туда пройдем посмотрим, что за штука вообще такая, как она выглядит. Это вот там в терминале Б, где вы видите, людей нет практически. Вот здесь в терминале Б можно сделать тест на COVID. Стоит 1800 рублей. Я говорю не громко, потому что тут люди спят рядом. надо заполнить вот такие анкеты. работает круглосуточно, поэтому кому нужно за границу приходите сюда за справками. тест делается в течение 24 часов. Второй этаж терминала Б. Вы видите, здесь народу совсем мало. Терминал Б это терминал международных рейсов. Раньше вот здесь были очереди, но, к сожалению, сейчас аэропорт Кольцова исключен из международных рейсов. как раз аэропорт Ростова там допущен до рейсов, ну, хотя бы в Турцию еще куда-то. Здесь у нас капсульный отель, он работает. Буквально недавно еще были посетители, сейчас они, видимо, ушли на свои утренние рейсы. Здесь у нас между терминалами можно посмотреть на самолеты. И как раз вот так, вроде бы Победу здесь припарковали. Да, это Победа. Извините, отсвечивает. Вот здесь уже на втором этаже в части терминала АП побольше народу. Там, где елочка стоит. Детский уголок сейчас в пятом часу ночи пока не работает. Я не знаю, он работает днем или нет. Там, видите, сколько народу. Вот такие разлеты. Все-таки люди начали летать. Есть люди, есть пассажиры, есть елка. Точнее, елочная конструкция и звезда наверху. Идем дальше. Нам вот туда, на второй этаж, где выход в чистую зону, она же стерильная зона. Телевизор не показывает. Здесь можно купить какие-нибудь сувениры, поделки из камня. Так, ну и мы на посадку пока не пойдем. Вот пройдем чуть-чуть дальше, посмотрим, что там еще есть. а там офисы различных авиакомпаний. Лавируем между пассажирами. Вот змейка, кстати, которой в некоторых аэропортах не хватает. Например, аэропорт Тюмени, где я недавно был. Там змейки точно не хватает. Вот моно-кафе. Давайте посмотрим по ценам, что они предлагают. салат Сезарь. Вот пассажиры прилетели, ну, видимо, из Москвы, из Санкт-Петербурга. рекламы автомобиля. Кстати, давайте обратим внимание вот на эту рекламу. Здесь мы видим аэропорт Кольцово. Это все аэропорты, входящие в холдинг аэропорта регионов. Вот аэропорт Кольцово мы сейчас здесь. Я здесь был. Дальше Самара я был. Нижний Новгород был. Саратов был. И сейчас у нас на пути Ростов-на-Доно. Остается еще, ну, по крайней мере, вот на этой рекламке Петропавловск-Камчатский и Новоуренгой. Новоуренгой. Добрый день, Виктория. 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 Сухой супержестой компания Азимут, выполняющая рейс 214 по маршруту Екатеринбург-Кольцово-Ростов-на-Догопланов. Расстояние до Платова 1850 километров. Время пути займет 2 часа 25 минут. Наш полет пройдет на высоте 10400 метров с азимута полета 228 градусов. Желаю вам приятного полета. Благодарю за внимание. Дамы и господа, на основании методических указаний Росавиации все пассажиры должны находиться в масках в течение всего полета. Верхнюю одежду необходимо разместить на багажной полке и не доставать без уважительной причины. Если вам понадобится верхняя одежда в рейсе, проинформируйте об этом борт-проводникам. Мы заботимся о вашем благополучии, поэтому портовой журнал ваш Азимут доступен для скачивания и просмотра в электронном виде. Вы можете скачать номер формата ПДФ до того, как мы попросим вас выключить электронное устройство. Чтобы скачать портовой журнал, сканируйте QR-код, расположенный на стримке перед настоящего тресла. И перейдите по ссылке на странице журнала вождут увлекательные интервью, репортажи и свежие новости авиакомпании Азимут. Также вы узнаете в наглядной и доступной форме о требованиях законодательства Российской Федерации в области обеспечения транспортной безопасности и правилах поведения пассажиров при бесполетном обслуживании и на борту воздушных судов авиакомпании Азимут выкручиваете внимание. Дамы и господа, меня зовут Виктория, старший борт родник и герпажа. Приветствую вас аварийно-спасательного оборудования нашего самолета. Аварийные выходы расположены слева и справа по борту. Два в передней части самолета, два в хвостовой части самолета. все аварийные выходы оборудованы трапами. При открытии двери трапы надуваются автоматически. все аварийно-спасательные оборудования оборудованы с автоматически инфляционной эвакуационной слайдами. Каждый выход обозначен световым табло «Выход». Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. Светящиеся дорожки на полу указывают направление к выходам. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически из верхних панелей. потяните маску на себя, плотно прижмите маску к носу и рту, закрепите как мы демонстрируем. Дышите нормально. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения табло застегните ремни. Чтобы застегнуть ремень, ставьте металлический наконечник в пряжку. Туго затяните ремень. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане кресла перед вами. Посмотрите ее внимательно. Благодарим за внимание. для дамы и господа мы готовимся к взлету и просим вас. Разместить ручную кладь на багажной полке или под сидением кресла перед вами. Застегнуть ремень безопасности. Привести спинку кресла в вертикальное положение. Убрать откидной столик. Открыть шторку иллюминатора. Все виды электронных устройств и мобильные телефоны должны быть переведены в авиарежим или выключены. Обращаем ваше внимание, что на борту запрещено употребление алкогольных напитков принесенных с собой и курение, в том числе электронных сигарет. Желаем вам приятного полета. Субтитры создавал DimaTorzok Дамы и господа, вы готовы к взлету. Просим вас убедиться, что ремень безопасности застегнут, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Все виды электронных устройств и мобильные телефоны переведены в авиарежим или выключены. Благодарим за внимание. Дамы и господа, мы готовы к взлету. Продолжайте осуществовать, что ваша шторка вверху, ваша шторка вверху, столик убрана, все электронные устройства и мобильные телефоны are shifted to the flight mode or switched off. Thank you for your attention. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дамы и господа Предлагаем воспользоваться онлайн услугами на официальном сайте авиакомпании azimut.aero На портале компании вы можете пройти онлайн регистрацию заказать дополнительные услуги и получить необходимую информацию Приобретая билеты на официальном сайте azimut.aero дополнительные сборы не оплачиваются Благодарим за внимание Дамы и господа Мы предлагаем вам использовать онлайн услуги на веб-сайт azimut.aero На веб-сайт компании вы можете перейти онлайн вы можете перейти на веб-сайт order extra services и получить необходимую информацию приобретая билеты на официальном сайте озimut.aero вы не получите дополнительные деньги спасибо за внимание подключение отчет до 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 Город Ростов на данный аэропорт Платов. В Платове температура минус 6 градусов. Ветер до 15 метров в секунду. Благодарю Вас за выбор нашей аэрокомпании для своего путешествия. Будем рады новой встрече в СВАК. Хорошего дня. Спасибо за субтитры. До свидания. Спасибо за рейс. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас я поеду погуляю, подышу немножечко южным воздухом И потом быстро обратно, сегодня будет обратный рейс На этом все-все, спасибо, надеюсь, им заходу, если палец вверх нужно поставить и подписаться обязательно нужно Всем хорошей погоды, пока!